Я бы хотела остановиться о проблеме второго подбородка. Приходят пациенты, у которых есть второй подбородок либо тупой шиноподбородочный угол, то есть вот такая скошенная линия. Несколько причин. Либо это локальное жировое положение, либо это анатомическое неправильное положение подъязычной кости и деформация челюсти, которая влияет на взаимоотношение нижней челюсти и подъязычной кости. Если есть рождённая деформация, то это соотношение будет неправильным, то есть мы не получим такой прямой шиноподбородочный угол. Затем это возрастная слабость ткани мышц дна полости рта и мышц шеи. Это мышцы, которые находятся под языком, между вот языком и кожей. Они ведь тоже становятся дряблыми, они тоже слабеют и они провисают. И слабость самой кожи. Если у вас одно из этих составляющих, например, жир, мы можем сделать липосакцию, мышцы мы можем ушить, но если у вас есть деформация челюстей, недоразвитие подбородочного отдела, неправильное соотношение между подъязычной костью и подбородком, то никогда никакими манипуляциями, кроме как ортогнатической операции, либо удлинением подбородочного отдела нижней челюсти, это соотношение невозможно привести в более эстетически приемлемый вид. Все-таки шея красива, это когда мы имеем как минимум 90 градусов между подбородком и шеей. Тупой подбородочный угол скорректировать всегда очень сложно и иногда невозможно.